Лев Николаевич Толстой Толстому не было и девяти лет, когда он лишился обоих родителей. Все предки Льва Толстого были военными, верой и правдой служили царю и Отечеству. Прадед писателя Пётр Андреевич Толстой был участником азовских походов царя Петра I. В 1851 году Лев Толстой поступает на военную службу. Три года Лев Николаевич и его брат Николай служили на Кавказе, принимая участие в боевых действиях. На тот момент Российская империя была втянута в войну с горскими народами Северного Кавказа. Кавказская война 1817-1864 годов оказалась самой продолжительной из войн Российской империи. Победа была достигнута за счёт численного перевеса русской армии и её технического превосходства. Закончилась присоединением Чечни, Горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа к России. Кавказская природа, быт и обряды горцев, свободолюбие и несгибаемая воля этого горного народа поразили Толстого и дали материал для многих его произведений. Вернувшись в Россию, Толстой записал в дневнике, что полюбил этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи — война и свобода. Именно тема войны и свободы звучит в названии рассказа «Кавказский пленник». Кавказ олицетворяет свободолюбие, независимость, а слово «пленник» подразумевает войну. «Кавказский пленник» — рассказ, автор назвал произведение былью, был написан для азбуки Льва Толстого, своеобразного сборника рассказов для детей, школьного пособия, но впервые был опубликован в 1872 году в журнале «Заря». События, описанные Львом Николаевичем в рассказе, происходили больше ста лет назад. Российские войска, защищавшие дружественные народы Кавказа от набегов племен кавказских горцев, имевших тесные связи с мусульманской Турцией, постепенно продвигались вглубь территории от крепости к крепости. Горцы оказывали упорное сопротивление царским войскам. Журналы и газеты того времени охотно помещали рассказы о русских офицерах и солдатах, захваченных горцами, особенно если эти рассказы были записаны со слов людей, побывавших в плену. Известно, что в основе рассказа лежит реальное происшествие — нападение горцев на Толстого и четырех других офицеров, отставших от обоза. Едва не попался в плен, но в этом случае вел себя хорошо, хотя и слишком чувствительно, записал 23 июня 1853 года Лев Толстой в своем дневнике. По сюжету небогатый русский офицер Жилин собирается домой, чтобы повидать мать и, возможно, жениться, и попадает в плен вместе с другим офицером. Пребывание в плену меняет взгляд Жилина на горцев. Узнав их жизнь изнутри, полюбив этот свободный народ, русский офицер становится пленником прекрасного Кавказа. Интересно, что в рассказе горцы часто называются писателем татарами. Дело в том, что тогда в России принято было это название для всех мусульман. Кроме подробного описания жизни горского аула, в рассказе присутствуют и пейзажные зарисовки. Все подчинено идее рассказа. На примере этого произведения Толстой учит нас не сдаваться даже в самых трудных обстоятельствах, упорно добиваться своей цели, призывает людей уважать друг друга, чужую веру. Автор, поднимая важные общечеловеческие проблемы, прославляет сильных духом людей, готовых преодолеть любые препятствия.